Всем привет! Вот решил снять последнее видео, которое я принимаю гейнеры. Ну как последнее видео, вот именно, что покупаю гейнеры и пью, больше их покупать не буду. Сразу говорю. Я надеюсь на это. Эта фирма, доминант называется, этого гейнера. Там Big Mass, как всегда, вот эти слова. Написано креатин-глутамин. Если посмотреть состав, креатина почти нет, глютамина почти нет. Что там, десятки, тридесятки, две десятки. Роль вообще не сыграет. Это русский производитель. Написано Санкт-Петербург вроде. Говорят, что у них очень качественные ингредиенты, которые привозят из-за границы. Ну, сказать, что угодно можно написать тоже. Все, что угодно. Тут написано гарантии какие-то, премиумы. Ну вот, что я вам расскажу про него. Чтобы почувствовать, что вес на нем набрал, не почувствовал. За килограмм 800 попробуй набери вес. О, килограмм 800. Вес ты не наберешь. Как бы сказать, что какая-то энергия от него тоже не чувствовал. Потому что вместе с ним я еще много разных вещей принимаю. Но я в основном взял его для того, чтобы мешать его с соевым изолятом. Я купил мешок. Я, как раньше, ранее снимал видео про то, что купил мешок 20-килограммовый с соевым изолятом. И беру денег специально мешать, чтобы соевым изолятом, чтобы много приводить вкус. Потому что соевый изолят, он у меня безвкусный, вообще безвкусный. Там... Тошнотворный вкус, можно даже сказать. Поэтому я покупаю гейнеры, потому что они обычно очень вкусные. И мешаешь с соевым изолятом, получается достаточно вкусно. Но я понял, что с гейнером мешать нет смысла. Вкуснее гораздо мешать его с молоком. Там купил литра молока, и в течение дня мешаешь. Вкуснее гораздо и приятнее его пить. Вот. Сколько он стоит? Он стоит, вот этот пакетик стоит где-то 900 рублей. Так-то в магазине 1000, там скидка 900 рублей за 1800 грамм. Вот. На вкус, я бы сказал, что он хуже среднего. Вкус отвратительный, можно сказать. Он никакой. Он не вызывает никакого аппетита, ну, в смысле, не вызывает никаких эмоций положительных. Пьешь и думаешь, ну, выпил, и ладно. Вот что. Обычно гейнер покупаешь, пьешь, там какая-то сладость чувствуется. Что он сладкий, и его приятно пить. Это как, допустим, реалмасса от Макслера, допустим, да, гейнер. Я его пил и получал удовольствие от него. Это вообще никакой удовольствия не получал. Вкус вообще никакого нету. Как вот написано, ваниль, да, там, мороженое. Ну да, что-то ванильное есть. Пьешь и не поймешь, что-то пьешь. Как будто ничего не пьешь. Как бы, может быть, так и должно быть. Может, так и не должно быть. Но я покупаю для того, покупал для того, чтобы вкус улучшался у своего вузолята. А он не улучшался от этого гейнера. Ну, как бы, я бы не стал покупать вообще гейнеры на вашем месте. Если вы будете гейнеры смотреть, хотите гейнеры купить, да, я бы не стал. Я бы лучше бы кушал бы кашки, варил бы овсянку, бананы, кашу. Углеводы такие более сложные, которые от них больше ток. Там и витаминов много, и также полезных веществ разных много. К примеру, вот, да. Вот, овсянка. Тут у нас что-то сейчас еще достану. Тут пшеничная крупа, да. Тут какой-то ассорти, вот. Короче, у меня куча таких коробочек, да, с углеводами, да, с кашами, да, сложные. Потому что углеводы все равно нужны. А вот гейнеры, я считаю, что это лишнее. Тем более, если вкус не такой, который хотелось бы иметь. Знаете, гейнер, можно сказать, можно купить, когда вот действительно, знаете, вот едите целые днями. Вот так же, надо вам 8 раз в день есть. Вы едите, а вам не нравится еда уже. Ну, вы не можете больше есть гречку, там, допустим, с курицей, не можете гречкой с рыбой уже. Как бы, грубо сказать, наста пиздила. Есть еду, понимаете, бывают такие моменты, надоело. И вот гейнеры, допустим, белковую смесь, вот эти помогают с этим справиться. Но если вкус, как у этого вот гейнера, да, на вкус, он не поможет в этом. Он невкусный, допустим. Ну, как бы, нет такого прям впечатления, он вкусный, хорошо пьется. Есть гораздо вкуснее вкусы и приятнее пьются. Надо им поработать насчет вкуса. Но они, допустим, сахар не добавляют, они тут так и пишут, как бы, да, вот, смотрите, состав. Углеводная матрица, та-та-та. И внизу, ну, тут сахар не написано, да? Тут написано подсластитель сукролоза. Как бы, сукролоза, да, ну, подсластитель хорошо. Как бы, я вот, допустим, сейчас вам покажу, что же я покупал у них. Вот, аргинин, допустим, я купил у них, да? Вот он нормальный. Как бы, пьется хорошо, как бы, и подсластитель вот этот, где-то тут тоже, наверное, написано, да? Да, вот сукролоза, да, она там чувствуется. Но еще чувствуется, знаете, что, не написано, вот написано, аргентизатор апельсин, да, а вот в конце, бывает, ты неплохо размешаешь, а в конце чувствуются кристаллики, как бы сказать, аскорбиновой кислоты, кислятинки. Может быть, это и есть апельсиновый. Ну, как бы, ну, же и написали бы аскорбиновая кислота еще добавлено, что-нибудь такое, да? Ну, смотрите, что вкус у него не очень. Мне не особо понравился. Толк от него есть или нет, я не знаю. Но мой вот совет вам покупать все-таки вот каши. или купить, наверное, другую, которую по вкусу, по-другой, или поэкспериментировать с другими вкусами. Короче, толком это я вам ничего и не посоветовал. Но вот по своему состоянию организма и телу я перехожу на нормальную еду. Как бы, я больше не буду генера покупать, потому что это бессмысленная трата денег. Потому что за эти деньги можно достаточно много купить каш, от которых гораздо лучше будет и пищеварению. Ну, сами подумайте, кашу вы съели, да, все нормально, это так и должно быть. А вот это, это все-таки как бы может даже быть растворство желудка, там еще что-нибудь намешали, неизвестно. От каши все равно будет получше. Так что я вам советую, если вы все-таки возможно съесть, лучше есть каши, чем есть гейнеры. Пить гейнеры, точнее. Ну, все, давайте. Спасибо, что дослушали до конца. Счастливых тренировок. Пока. Счастливых тренировок. Счастливых тренировок. Счастливых тренировок.